Добрый день, с вами Анастасия Белоус и у нас с вами новое занятие на очень интересную тему, которая называется Burnout или профессиональное выгорание. Сразу хочется сказать, что к этой теме я пришла сама совсем недавно и прошла через побитые, наверное, коленки на опыте своем, на опыте моих сотрудников, моих коллег. Сейчас, мне кажется, в айтишном, очень быстро, динамично развивающем мире эта тема как нельзя актуальна, потому что очень многим хочется все и сразу и очень мало кого есть понимание, где же вот эти вот лимиты, где же границы, которых все-таки не стоит пресекать. Я часто говорю на своих занятиях, что не люблю в принципе людей и такое слово как мне хватит, мне достаточно, мне и так хорошо. Меня лично, наверное, и как личность, и как профессионала это часто раздражает. Тем не менее, когда мы будем говорить о сегодняшней с вами теме, мне кажется, что вот эти слова будут иногда действительно актуальными. Иногда мы должны сами себе в глубине души признаваться, что где-то нам достаточно, где-то на эту минуту уже в принципе все, да, хватит. Очень большая разница, да, это гореть и сгорать. Ну, как бы все понимают по-русски, тем не менее, очень мало кто замечает вот ту разницу, вот тот переход, да, когда горел-горел и вроде как и перегорел или вроде уже и вообще сгорел. Для руководителя это большая беда, да, когда вроде бы сотрудник сидел себе, сидел, работал-работал и тут бац, как бы полная апатия, либо наоборот абсолютная агрессия, потому что у каждого своя усталость, свое выгорание проявляется по-разному и все, нет сотрудника, он потерян. Скорее всего, человек увольняется и идет другую компанию, потому что думает, что там будет лучше, там будет совершенно по-другому, там он как бы воспрянет, крылышки расправит и как бы золотые монеты посыпятся с неба. На самом деле человек, естественно, бежит от себя, да, как бы они от компании и от себя далеко не убежишь, очень редко это чем-то заканчивается действительно кардинально новым, кардинально другим. Тем не менее, переубедить такого сотрудника, который уже находится вот в этом эмоциональном, да, каком-то эмоциональной яме, будет вам как менеджеру крайне сложно. Поэтому наша задача с вами сегодня это понять разницу между усталостью и профессиональным выгоранием, найти какие-то лайфхаки, да, которые обезвреживают, грубо говоря, или нейтрализируют состояние усталости и выгорания, понять, как бороться, как общаться, на каком языке говорить сотрудникам, которые уже в той стадии, когда он чувствует, что вот-вот, грубо говоря, крылышки обгорят. Ну и, естественно, пару каких-то секретов, которыми я поделюсь из личного опыта. Итак, прежде чем мы начнем, я бы хотела спросить вас, да, вот банальный вопрос, который многие из вас слышали, да, насколько полный стакан. Понятно, сейчас оптимисты начинают первые кричать, он там практически полностью заполнен, или заполнен больше, чем надо, или еще что-то в этом духе. Оптимисты всегда, они выскакивают первые, да. Следующие идут пессимисты, да ну, еще можно доливать и доливать, да еще что-нибудь, как бы начинается вот эта философия, да. И реалисты уже, в конце концов, говорят какие-то ключевые фразы по типу все нормально, достаточно, или еще что-то в этом духе. Тем не менее, я подсмотрела, да, этот прием, как бы он очень остался у меня в голове на долгое время. Это то, что на самом деле не очень важно, насколько полный этот стакан. Для меня, как бы он вообще вроде бы сейчас не тяжелый, да, как бы могу держать, могу не держать, в общем, ну, как бы никакого дискомфорта не вызывает. У маленького ребенка, например, наверное, это вызовет большие сложности. У мужчины с накачанными бицепсами, он вообще скажет, да что это за вес, как бы это плевок мне в голову и в лицо, да, дайте что-нибудь потяжелее. Но суть заключается в другом. Неважно, сколько полный или не полный стакан, в любом случае, моя рука, рука мужчины с бицепсом или ребенка, она в какой-то момент устанет, да. Это все зависит от того, насколько долго мы его держим, насколько мы не двигаемся монотонно, держим этот стакан или любой другой. Вот так, в принципе, и жизни человека, да, и особенно профессиональной деятельностью. Чем дольше мы делаем, в принципе, то, что нам не доставляет удовольствия, тем больше монотонности, да, грубо говоря, в нашей жизни, с которой в определенный момент каждый из нас может справиться, да, и ребенок поднимет стакан, и силач поднимет стакан. Но, тем не менее, будет какая-то точка, когда и ребенок, и силач скажут, не, все, как бы больше не могу. Рука трясется, как бы нервы сдают, начиная нервничать, хочется этот стакан швынуть стенку подальше. Точно так же происходит и с нашей работой. Вы должны понимать, что каждый из нас, да, как бы разный. У каждого свои способности, знания, профессиональные навыки, сфера знакомства, обязанности семейные, да, не только на работе. У каждого из нас своя точка, вот, кипения, свой предел. Вы должны аккуратно прислушиваться к себе и научиться слышать, вот, когда уже рука вот-вот и начнет дрожать, да, когда уже пальчики устанут делать одно и то же, либо, либо не важно, пускай они одно и то же, но станут делать то, что они делают. Будьте внимательны к себе, потому что лучше свой организм, свое состояние, как эмоциональное, так и физическое, никто, кроме вас, не поймет и не услышит. И только от вас зависит, доведете ли вы себя, грубо говоря, да, до вот этой точки сгорания, либо же нет. Итак, как я сказала, да, есть большая разница между усталостью и как раз уже выгоранием. Сразу хочу сказать, что быть уставшим – это не выгореть. Очень часто СМИ кидаются фразой, да, он выгорел, он сгорел на работе, имея в виду, он просто устал, у него была 80-часовая рабочая неделя, он сгорел. Очень сомнительно, что действительно профессионал высокого уровня за одну интенсивную, пусть даже 80-часовую неделю сгорит, потому что, как бы, это действительно тяжелый процесс, о котором мы с вами поговорим позже. Скорее всего, этот человек просто устал, да, потому что в любом случае, как бы, это идет износ организма. Усталость, в принципе, это что такое и чем вызвано, да? После продолжительной какой-то интенсивной работы, либо физической, либо умственной, наш организм в какой-то момент уже не может воспринимать информацию эффективно, качественно, так, как он делает, когда он, в принципе, в отдохнувшем состоянии. Существует очень много приемов, да, как отдохнуть банально, начиная от того, чтобы поспать, да, там полежать, я не знаю, в телек повмыкать, заканчивая какими-то личными лайфхаками. Сразу скажу, что вот эти вот личные лайфхаки, которые вы сами для себя определите, они и будут наиболее эффективными для вас. Не подсматривайте за другим. Если до условного Васи поехать покататься на вейкборде, это самое крутое развлечение, грубо говоря, и отдых, после которого он заряжается силой энергии, это абсолютно не значит, что для вас это будет приносить точно такой же эффект. Даже если вы, в принципе, имеете кататься на вейкборде, да, как бы это не будет еще очередным для вас стрессом научиться это делать. Научитесь слышать себя. Да, еще раз повторюсь, просто подсуммирую, так как это очень важно. Усталость не равняется профессиональному выгоранию. Усталость – это первичный шаг, который может привести к профессиональному выгоранию через несколько шагов позже. С усталостью достаточно легко и быстро бороться, я бы даже так сказала, либо, давайте скажем, работать, если вы понимаете, от чего вы устали, и у вас есть собственные приемы, грубо говоря, что же помогает вам действительно отдохнуть душой и телом. Я предлагаю сейчас взять ручки и бумажки, у вас есть несколько минут записать свои личные, сколько бы их ни было, один, пять, десять приемы, да, что же помогает вам отдохнуть. Я сделаю то же самое, потом мы вместе пройдемся, проговорим какие-то интересные моменты. Так, время пошло, ребят. Пока вы пишете, скажу следующее. Когда я общаюсь с другими группами, да, на своем опыте знаю, что все стесняются на самом-то деле записать то, что приходит первым в ум, как бы. Давайте будем честными, вы это делаете для себя, я как бы вас даже не буду спрашивать, да, зачитать или рассказать, что вы написали на бумажке, но что бы там ни было, это должно быть именно ваше, да, как бы не лукавьте с собой. Если же даже это приносит вам удовольствие, ну чего стесняться, как бы если это вас помогает расслабиться, отдохнуть, привести свои чувства в норму, то это то, что вы должны делать. И не важно, что об этом подумают другие. Я надеюсь, вы дописываете. Я предлагаю, что я начну зачитывать свой списочек, да, небольшой, который я составила из своего опыта и некоторые приемы, на самом деле, с того, что я вижу у других, которые мне кажутся интересными. Итак, первое, банальное, как бы, да, если я устала, то мой совет, как бы, к себе и к другим, это заняться деятельностью противоположной тому, от чего я устала, да, то есть если за последние 10 дней я объездила 15 городов и переобщалась с тысячей людьми, то, наверное, будет плохой идеей, я не знаю, пойти в поход даже с моими друзьями, потому что, скорее всего, эмоционально это не то, чего мне хочется в данную минуту. Соответственно, да, активность противоположна, наоборот, пассивность. И, соответственно, наоборот, если в офисе вы просидели возле компьютера 80 часов подряд, рисовали новые интерфейсы, либо писали код, либо высчитывали бизнес-план на следующий год, то, скорее всего, если вы придете домой и будете, другого слова не скажу, втыкать в сериалы на вашем компьютере или телевизоре, то вы не отдохнете, вы не переключитесь. В любом случае ассоциативно, где-то подсознательно вы будете относиться к компьютеру, к интернету и так далее, как к чему-то рабочему, да, как к рабочему инструменту. Поэтому мой совет, естественно, в таких ситуациях, наоборот, куда-то поехать, пойти, заняться чем-то активным, чем бы это ни было. Не любите спорт, погуляйте в парке, я не знаю, поедете в другой город, посмотрите. У одного из моих коллег, который тоже преподает активно, такой свой собственный маленький лайфхак, да, он говорит, я за свою жизнь объездил, ему на самом деле не так-то много, да, 30-32 года, я объездил около 30 стран, чуть-чуть не хватает, да, так сказать, количества стран, равняется количество лет. Но если говорить о количестве городов, то там как бы со счета можно легко сбиться. Тем не менее, в один прекрасный момент, несколько лет назад, когда у него был полный упадок сил, как бы он занимает очень высокую должность, очень ответственную должность, компания росла на 200-300% в год, как бы, ну, эмоционально он был действительно истощен. И он пришел к тому, что мир там повидал, а Украина вроде бы и не очень, да, как бы, и вроде бы и странно. В общем, в один из таких вот даунтаймов, да, когда у него было действительно плохое настроение, он решил поехать в близлежащие города и посмотреть, что же творится рядом. И, в общем, на ближайшие какие-то выходные, даже на самом деле, мне кажется, это был будний день, так как он совсем что-то не был на стороне на работу, он поехал в один из близлежащих городов. Просто побродить. Он понимал, что от этого города, да, он не получит, неважно, этот город не будет там вторым Парижем или Римом, да, абсолютно объективно. Тем не менее, как бы, это своя страна, культура, это свое, свои какие-то заведения, свои театры. Он провел настолько необычно, давайте так это скажем, несколько дней в этом городе, ну, на самом деле, по-моему, два дня, что вернулся и, говорит, как-то оно меня перевернуло, что и люди разные у нас, и ситуации разные, та ситуация, в которой я нахожусь, как бы, она далеко не самая худшая, да, я много чего увидел, того, с чем не сталкиваюсь. В общем, как-то дало это ему заряд. И дальше он ввел это просто в регулярную практику, раз в месяц, раз в два месяца он едет в новый город, абсолютно, как бы, это, да, не крупные, не коммерческие города, Киев, Одесса, Львов, как бы, даже Харьков. Нет, он ездил что-то абсолютно скромнее, да, как бы, то, куда туристы или не доезжают, или очень редко случайно попадают, и, скорее всего, в школьном возрасте с обязательными экскурсиями. Но он выбрал именно такой способ. Он почувствовал, что это его заряжает. Почему бы и нет? Если это будет действительно зарядом эмоций для вас, тогда, как бы, стоит это делать. Так, следующий момент, о котором хотелось бы с вами переговорить, это планирование своего времени. На занятиях по тайм-менеджменту я говорю, всегда говорила, что планировать только рабочее время недостаточно. Если у вас идет действительно огромная нагрузка, и вы понимаете, что вы тратите не 40, да, классических часов на работу, а больше, то, соответственно, это сжирает ваше личное время, которое на самом деле тоже очень важно. Человек не может жить только работой, да, или только на работе. Безусловно, у него есть какие-то другие обязанности, интересы. И, в конце концов, от работы просто банально надо иногда отдыхать, потому что наш организм не может находиться в постоянном цепноте. Он не может быть постоянно сфокусирован на цифрах и результатах. Ему надо немножечко давать какие-то сладкие пилюли, да, которые помогут расслабиться и преподготовиться к следующему этапу борьбы по карьерной лестнице. Поэтому еще раз повторяю и прошу вас планировать личное время. В каком формате это будет происходить, хороший вопрос, да. То ли вы это будете записывать в календаре, то ли на листочке, то ли хоть на руке как бы. Но у вас должно постоянно быть наглядно то видение, тот список дел, которые помимо работы вам бы надо или хотелось бы сделать, да, посетить то-то, проведать того-то, выучить это, сходить покушать в новое там какое-то заведение, я не знаю, покататься на флайборде и так далее и тому подобное. Все вот эти вот хочу, они действительно важны, да. В принципе же вы работаете для чего? Как бы понятно, что очень много факторов, но один из них, да, это зарабатывание денег для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Если же вы их не удовлетворяете, поверьте, удовольствие от зарабатывания денег в итоге когда-нибудь прекратится, либо сойдет на нет, либо вы просто подумаете, да я не в том месте их зарабатываю, меня здесь не ценят и тому подобное. И пойдете в новое место со всем багажом своих проблем. Поэтому еще раз делаю ударение на том, что планируйте свое личное время. Один из важных аспектов это сон вечера. Для меня он не работает, да, если я хотя бы полчаса подремаю вечером, я потом встану как Ройла де Вилле, буду горчать, ворчать, и в принципе со мной будет очень сложно работать и вести рабочий диалог. Тем не менее я знаю очень много людей, для которых это работает. В частности, если жизнь вас вынудила работать, да, с разными часовыми поясами, с людьми на разных континентах, у вас просто не остается на самом деле банально другого выхода. Естественно, вы не можете спать 2-3 часа в день, как бы, и для того, чтобы эффективно продолжать функционировать на протяжении долгого времени. Вам придется в один прекрасный момент приучить свой организм научиться отдыхать на протяжении короткого периода времени. Это нормально, так делают многие, но, естественно, еще раз делаю, да, как бы, ударение, это и подходит не всем, и дается нелегко. Как все то, что новое, странное, непривычное нашему организму, да, почему я не могу поспать 8 часов, а должен довольствоваться 30 минутами, это будет восприниматься изначально негативно, в штыки. Тем не менее вы хозяин своего организма, только от вас зависит, сможете ли вы это обернуть для себя чем-то полезным или нет. В то же время, если же вы хотите использовать, да, эту методику для того, чтобы, я не знаю, повертаймить ночью, хотя в этом нет, в принципе, никакой нужды, и вами движет только какое-то внутреннее, да, горение. Наверное, один раз хорошо, второй раз хорошо, ну, еще несколько месяцев хорошо, но делать это все время, и насколько это полезно для вас, для вашего окружения, как бы, большой вопрос. Подходите разумно к тому, что вы перерабатываете и лишаетесь свой организм банально основного сна. Следующий важный момент, о котором бы я хотела сказать, я его очень люблю, он crazy, но мы же договорились, да, мы пишем, в принципе, говорим с вами то, что действительно помогает. Это физическая активность на протяжении одной песни. Бывает такое, что я закончила, грубо говоря, работать в офис, у меня есть там час или час двадцать доехать домой, принять душ, поужинать, и дальше я должна продолжить работать с Калифорнией, Австралией, Индонезией или еще какой-то другой страной. И вот когда полную падок силу, понимая, что разговаривать на самом деле уже вообще не хочешь, да, ты вот дома, тебе все, что хочется, это просто лечь и заснуть, как бы мне помогает включение, громко условно, да, я живу с людьми в окружении, у нас есть соседи, но мне помогает включение громко музыки и вот, как бы, да, танцы на протяжении одной песни. Причем, как бы, это абсолютно не стиль, там, девушек в ночном клубе, нет, это абсолютно какие-то драйвовые, хаотичные движения, причем обычно моя собака сопровождает меня, мы носимся по квартире, потом, когда вот этот вот выброс адреналина краткосрочный получен, мы бегом к компьютеру, да, вместе с ним, ну, собака засыпает, а я продолжаю работать. Мне помогает, как бы, не знаю, кому как, это, безусловно, зависит от внутреннего состояния, от каких-то нюансов, если вы никогда не танцуете, может, действительно, это будет вам только выглядеть странно, ну, а для меня действует. Еще один момент — это конструктивная прокрастинация. Что такое прокрастинация, надеюсь, многие знают, если нет, то можете параллельно открывать Википедию, читайте, читайте. Я против, да, я не верю в конструктивную прокрастинацию на работе, как таковую, да, в офисе, потому что это для меня немножечко странно, да, на работе вы должны заниматься либо основным видом деятельности, да, теми самыми важными задачами, которые есть. Если уже даже, грубо говоря, к этому не лежит, в принципе, голова и сердце, вы хотите переключиться, окей, это нормально, но всегда есть какие-то тычки и не мега суперважные задачи, которыми вы можете заняться. Это нормально, но конструктивной прокрастинацией рекомендую, да, заниматься помимо работы, то есть тогда, когда вам надо отключиться. Сюда некоторые относят медитацию. Насколько медитация относится к прокрастинации, это большой вопрос на долгое обсуждение, но если вы так считаете, окей, пусть будет для вас именно так. Чтобы вы не вкладывали в это понятие, если оно помогает вам отвлечься и ни о чем не думать, отдохнуть, расслабиться, это окей, это хорошо. Я не вижу в этом ничего плохого. Иногда надо дать своему организму забыться, да, расслабиться. Очень часто люди путают, да, вот это понятие с тем, чтобы, извините, напиться, как бы. Да, это имеет место быть, как бы, почему бы и нет, мы все это понимаем, как бы, все мы взрослые люди, но это не работает долгосрочно, это не работает во благо организму. Вы сами знаете, что потом, грубо говоря, ваш организм все равно истощен, и вы не чувствуете себя отдохнувшим. Поэтому пытайтесь все-таки не отождествлять это с алкоголем. Еще один интересный прием – это звук кофейни. Даже вы видите на экране сайт, когда вы кликните на ссылочку, вы можете зайти и послушать звук кофейн в разных странах мира, в разных городах мира. Ну и, по сути, сами кофейни будут абсолютно разными. Некоторые люди включают это как рабочим шумом в наушники и начинают работать. Особенно те люди, которые привыкли к аутсорсу, к фрилансу, они находились постоянно в каких-нибудь коу-воркингах, где люди общаются, где машинка кофейная гудит, где какой-то движняк, какое-то, ну, такое маленькое веселье, либо даже привыкли работать в кофейнях. И потом они переходят в офис, где все тихо, где все спокойно, размеренно. Им не хватает банально вот этого вот, да, какого-то повседневного социального шума, почувствовать себя комфортно на работе. Вот в таком случае, если вы где-то как-то, грубо говоря, попадаете под вот эту категорию, рекомендую вам этот сайт. Очень интересно. Скажу сразу со мной, это, в принципе, не работает. Я, наверное, из-за того, что никогда не была фрилансером, никогда, в принципе, не работала долгое время из кофейн, как бы для меня, если сосредоточиться, то это полная тишина. Если креативе, то какая-то любимая музыка. Звуки кофейни меня только заставляют думать, так, а где эта кофейня? Бразилия. Бразилия не была. Наверное, круто там сейчас. Как бы я начинаю, да, как бы переключаться. Хотя на самом деле, если это происходит нерегулярно, да, это какие-то просто эмоциональные у вас вспышки в голове, в сознании, то почему бы и нет, да, это ваш маленький, так сказать, психологический перекур, когда вы отвлекаетесь на какие-то мечты, на какие-то желания, что, безусловно, помогает вам сбросить хотя бы временно какой-то накопившийся стресс. Дальше такая, многие говорят, женская тема – ароматерапия. А на самом деле нифига нет, это ничего не женская тема, и все больше и больше я вижу, как мужчины становятся акцептами, да, грубо говоря, этого подхода, да. Но ароматерапия, я думаю, всем понятно. Как бы это когда какие-то запахи у нас вызывают ассоциативно приятные действия ассоциаций, нам помогает как бы расслабиться, отдохнуть, либо, наоборот, предаться мечтаниям. Ну, у каждого свое. Наши, не наши, к сожалению, но HR из киевской компании, в киевском офисе были, в общем, была HR-директор, которая приехала из Франции, она привезла очень много лаванды. И вот она была полностью влюблена в эту лаванду, она дома у себя и в гардеробе, и под подушку, и где только эту лаванду не оставила. И говорила, что ей это помогает, да, воспринимать легче, там, грубо говоря, всю негативную информацию, отдыхать, сбрасывать с себя стресс и так далее, и тому подобное. И последний лайфхак, о котором бы хотелось сегодня вспомнить, это лайфхак моего бойфренда, да, который в самые трудные, грустные какие-то моменты оставляет свою машину на парковке, берет капучинку, садится в трамвай, причем необычный, а такой, знаете, летний, без окон, без дверей, без стекол, и едет по центральной улице с одной точки в другую точку и обратно, как бы смотря на людей. Он говорит, что ему это помогает также расслабиться, привести мысли в чувство, в порядок, сконцентрироваться на том основном, да, что надо сделать в первую очередь, и продумать какие-то дальнейшие свои шаги. Очень нетривиальный метод, да, наверное, в учебниках каких-то его сложно вычитать или найти, но вернусь к тому, с чего я начала, в принципе, да, наше с вами рассуждение по этому слайду. Вы должны услышать себя и найти как раз то, самое сумасбродное, будь то танцы в течение одной музыки в 12 часов ночи, либо поездка на трамвае, либо звуки кофейнца всего мира, или еще что-то, что помогает именно вам отдохнуть и сбросить с себя стресс. Итак, сейчас мы закончили первый блок, который касался усталости, да, на рабочем месте, и сейчас переходим, в принципе, к тому, о чем мы сегодня с вами хотели поговорить, это burn out или профессиональное выгорание. Итак, давайте для начала все-таки запишем, что же такое профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание – это серьезное снижение работоспособности, сопровождающейся эмоциональным истощением и физическим переутомлением. Еще раз, это серьезное снижение работоспособности, сопровождающейся эмоциональным истощением и физическим переутомлением. Впервые этот термин был предложен немецким психиатрам в 1974 году, да, казалось бы, не так давно, а уже и давно. По текущим оценкам ежегодных съездов различных психологов, психиатров, они грубо говорят, что каждый третий работающий в офисе сотрудник подвержен профессиональному выгоранию в той или иной стадии. О стадиях мы поговорим с вами немножечко позже. Перед тем, как мы перейдем, наверное, к вам к стадиям, хотелось бы сказать, что в принципе перегорание, эмоциональное истощение может характеризироваться тремя поведенческими особенностями. Первое – это эмоциональное истощение. Проявляется чаще всего, грубо говоря, апатия, когда у человека не хватает сил, эмоциональных желаний двигаться дальше, что-то делать, он на все предложения реагирует вяло. Сразу хочу тоже обратить ваше внимание, что для любого человека есть угроза перейти в стадию эмоционального выгорания. Это может быть ваш руководитель, казалось бы, почему? Все у него в руках, все под контролем, все хорошо, бизнес развивается, тем не менее у него есть свои личные причины выгореть на работе. И это могут быть ваши подчиненные или коллеги, которые тоже, казалось бы, вот, расти, развивайся, делай, достигай, но тем не менее у них достигает то, когда уже не могут. И так, как я сказала, эмоциональное истощение, самая главная, отличительная черта – это апатия. Если вы видите это в вашем руководителе или в ваших сотрудниках, то это первый сигнал, когда надо действовать, пытаться вывести человека из этого состояния. Апатия – это самый легкий признак, грубо говоря, с которым можно бороться по пути человека от усталости, хронической, даже пускай, к эмоциональному и профессиональному выгоранию. Следующая стадия намного сложнее, называется деперсонализация. Эти люди чаще всего ведут себя агрессивно, чаще всего язвительно, пытаются уколоть, пытаются задеть чье-то самолюбие, самомнение, пытаются подживиться, грубо говоря, энергией других людей. Потому что сейчас, на этом моменте, у них не хватает собственных источников перезарядки, у них не хватает собственных каких-то ресурсов, в чем же найти мотивацию двигаться дальше. И они это находят исключительно в том, что понижают чужое какое-то эго, либо мнение, либо просто растаптывают других людей и получают вот таким способом удовлетворение, которое помогает им двигаться дальше. Эти забияки-обидчики чаще всего еще и вот в этой стадии умудряются карьерно преуспечь, потому что многие руководители ошибочно расценивают это как напористость, грубо говоря, смелость, какой-то характер, внутренний стержень. Это, естественно, все ошибочное мнение. Во-первых, человеком на работе не должно вести его, грубо говоря, эго, амбиции, характер. Помимо этого должны быть знания, обоснования, какой-то профессиональный опыт, уважение к коллегам, очень много других качеств, которые должны его подталкивать по карьерной лестнице. Во-вторых, как мы уже сказали, это всего лишь одна из стадий, которая приводит в итоге к выгоранию и очень скоро есть большая угроза потерять такого сотрудника. Либо же он просто сдуется как шарик, либо же он перейдет в третью, как бы, да, последнюю стадию самовыгорания, либо же он решит, что в этой компании ему все равно мало, плохо и все не так, и все какие-то ниже его уровня и просто перебежит в другую компанию. Как я уже сказала, да, со своим чемоданом проблем, как бы, от которых он никуда не денется и не сбежит, но вам, как менеджеру, да, компании, от которой сотрудник уходит, от этого, в принципе, ни жарко, ни холодно. Как бы вам важно вывести человека из этого состояния и попытаться привести его, так сказать, в чувство. Итак, третье, это редуцирование персональных достижений. Что это значит? Это когда человек не верит в себя, да, вроде бы он делал эту задачу тысячу раз, а сейчас тысяча первая, она у него не получается, и он вообще не верит, что он с ней справится и сделает. В итоге, конечно, он не справляется и не делает. Тут хотелось бы отметить, что эти все три стадии не обязательны. Это не значит, что идет первая, потом вторая, потом третья. Нет, у кого-то может быть две из них, у кого-то все три, у кого-то всего одна из них. Это абсолютно нормально. Все мы разные, у всех у нас по-другому, да, как бы по-разному, точнее, складывается жизнь, поэтому это абсолютно нормально, если у нас проявляется только одна. Многие говорят, ну, наверное, третья проявляется у эмоционально слабых людей, которые, в принципе, всегда были инфантильны, либо просто закрыты, либо глубочайшие интроверты, которым легче всего скатиться вот в эту третью стадию. Ничего подобного. Я говорю вам с абсолютной ответственностью, что я видела очень сильных по характеру лидеров, абсолютных экстравертов, которые как раз, грубо говоря, у которых как раз выгорание проявлялось вот именно этой стадии, да, редуцированием персональных возможностей и способностей. Этого надо опасаться, этого надо бояться, если вот эти вот сигналы, да, грубо говоря, вы видите у ваших коллег, у ваших сотрудников, либо даже у вашего начальства, попытайтесь как-то с ними работать. Естественно, подойти и спросить у человека, у вас ты что выгорел, ну, как бы это не вариант, да, вы должны это сами прекрасно понимать. Тем не менее, для вас это огромная угроза, которая непонятно, когда прекратится, да, и вы должны понимать, что итальянская забастовка, что просто апатия, что агрессивность на работе. Это все те признаки, которые не должны быть в нормальном здоровом рабочем коллективе. И в любом случае вам с ними надо работать. Будто если они вызваны эмоциональным и профессиональным выгоранием, окей, если они вызваны каким-то межличностными конфликтами, окей, как бы в любом случае это все проблемы, с которыми вам, как менеджеру, надо работать. Если же вы сами, да, давайте будьте откровенны, чувствуете, что вы где-то поблизости или можете перейти из вот одной из этих стадий, честно себе признайтесь, ответьте на вопрос, почему, да, что вас не удовлетворяет, что происходит не так, что вам мешает наслаждаться работой или жизнью. И в таком случае меняйте, ответьте себе честно на эти вопросы и меняйте это. Жизнь одна, да, как бы и лучше от этого не становится. Всегда легче, грубо говоря, исправлять ситуацию на вот этих вот этапах, чем тогда, когда профессиональное выгорание у вас уже полностью сожрет. И, как я обещала, да, мы все-таки переходим к этапам. Всего их выделяет вообще семь по профессиональному выгоранию. Пятый, седьмой, пятый, тире, седьмой мы с вами не будем затрагивать, так как это уже клинические случаи, с которыми могут работать, в принципе, только врачи. Мы с вами будем говорить о первых, да, более простых, первый-четвертый. Итак, первый красивое романтичное название – ханимун. Это, в принципе, когда человек на протяжении долгого времени постоянно находится в хронической усталости, да, как бы у него уже не хватает действительно энергии, он засыпает, он выпивает за день по 10 чашек кофе, ему это не особо помогает. Он действительно пытается работать, то есть он не саботирует, не филонит, как бы он действительно пытается сидеть что-то делать, но как бы результат постоянно плачевный. Такого сотрудника рекомендуется отправить какой-то отпуск, либо просто, грубо говоря, дать ему возможность сменить немножечко деятельность для того, чтобы его внимание, да, переключилось из обычной рутины в что-то новое, что-то, что может, естественно, его увлечь. Если вы являетесь таким сотрудником сами, да, и вы чувствуете, окей, я, по-моему, сам на ханимуне, как бы уже сейчас, ну, признайте себе в этом честно, как бы, да, и рискните взять себе отгул, рискните взять там долгожданный отпуск, рискните что-то сделать, грубо говоря, что может привести вас в чувство. Следующий этап – это lack of energy. Когда вроде бы в отпуск съездили, приехали пару дней, как бы и все заново, да, карусель, заводи, опять поехал кататься на тех же самых качелях. Это плохо, это, естественно, сложно. В постоянных отпусках вы не будете, это вас не спасет. Вы должны думать о тех собственных лайфхаках, которые могут вас вывести из этой стадии самостоятельно, да. Здесь простым отдыхом, простым морем, я не знаю, горами, велосипедами, как бы не справиться. Возможно, стоит признаться, что нужна какая-то помощь извне. Возможно, здесь имеют влияние как раз те люди, которые находятся с вами рядом. Вы были в отпуске с другими людьми, все было хорошо, вы приехали, как раз именно эмоциональное общение, да, с какими-то коллегами вам доставляет вот такой негатив, вот такой дискомфорт. Найдите вот то, что, грубо говоря, вас убивает после реально полноценного отдыха и старайтесь это убрать. Я уверена, что в 80% случаев это будут как раз люди. Тогда пытайтесь сменить проект, отдел, ну или на крайний случай, да, как бы компанию. Если же в 20% это что-то другое, объективное, да, как бы то, что вы можете сами померить, пощупать и понять, что оно такое. Ну, как бы боритесь с тем, чтобы убрать это из вашей жизни. Пока вы это не уберете, никакой отдых, как бы он не выглядел, сколько бы, не знаю, денег, сил, времени на него не потратили, он не поможет вам уйти из этой стадии. Третье — это кризис. Ну, когда вроде бы уже Алис, вроде бы ничего такого не раздражает, и все вроде бы нормально, тем не менее, как бы дальше работать не могу. Чаще всего это как раз проявляется какой-то вспыльчивостью и мимолетной агрессией. И самое печальное, что чаще всего это проявляется у нас не на работе, да, так как специалист вроде бы провел над собой работу над ошибками, он понял, что как бы в работе у него и так все нормально, это какие-то личностные, да, как бы карусели, качели. И он приходит домой и, сам того не понимая, срывается на близких, жене, мужа, детях, родителях, друзьях и тому подобное. На этом этапе как бы моя рекомендация, да, это обратиться к помощи специалиста, такого как психолога, либо успешного какого-то действительно хорошего HR-директора, либо какого-то руководителя, которому вы как ментору доверяете. Если у вас, конечно, есть духовные наставники, прекрасно, самое время им звонить, пробить колокола и просить о помощи, хотя на самом деле это надо было делать даже на шаг раньше. Если нет, попытайтесь, грубо говоря, продумать, кто в голове может сейчас на вас повлиять, и не стесняйтесь постучаться в эти двери. Не стыдно попросить помощи, стыдно ее не попросить и переходить по этапам постоянно дальше. Ну и последний, с тем, с которым можно, грубо говоря, как менеджером работать, да, это breaking the walls. То есть, когда вы видите, что все, человеку хана, как бы, у него со всех сторон все рушится, не получается, и дома, и на работе, и проявляется это различными, да, то вспышками, то апатиями, то злостью, то слезами, а поверьте, и такое я видела, да, от CTO, группных компаний. Как бы, когда вы видите, что вот такая беда, да, как бы пытайтесь найти рычаги влияния, пытайтесь достучаться до человека, пытайтесь хотя бы понять, что может на него повлиять. Продумайте, придумайте вместе, как побороть это все, куда обратиться, что кого послушать, чем заняться, какой отпуск взять, как поменять род деятельности, как, возможно, сделать какую-то перестановку банально по офису. Помогите человеку, грубо говоря, уйти из этого шага вместе. Если же ничего не помогает, ну, как бы, о дальнейших стадиях мы даже с вами не будем говорить, но здесь нужна только медицинская помощь. Безусловно, вы должны стараться не допускать, чтобы ваши сотрудники даже, да, заходили на первую стадию, как бы, ну, первая, на самая безобидная, как бы, отправил в отпуск, и вроде бы все хорошо, все прошло, полегчало. Тем не менее, это звоночек, почему человек перешел, как бы, в эту стадию. У всех у нас бывают авралы, цепноты на работе, когда надо работать больше, больше и больше, и объективно это надо на вчера, или, в лучшем случае, на сегодня раннее утро, да, как бы, ну, это должны быть, это есть, это будет, но это всегда должно быть кратковременно. Если же для вас это стиль жизни каким-то образом, то, поверьте мне, рано или поздно, насколько не был, как бы, грубо говоря, крепким ваш внутренний стержень, вы начнете двигаться по вот этим ступенькам немножечко дальше. И помните, что ваш менеджер, да, в любом случае, конечно, должен смотреть за этим всем, но не обязан, и вы единственный тот человек, который должен смотреть, в каком состоянии вы находитесь. Если у вас есть звоночки, грубо говоря, к одному из этих шагов, то работайте немедленно, не откладывайте это все. Поверьте, в итоге вы не сможете делать свою основную работу, вы не сможете наслаждаться жизнью, если вы не вылечите в себе, да, вот эти вот первичные звоночки. Итак, сейчас мы с вами обсудили этапы, и, как бы, ну, я думаю, здесь всем понятно, не стоит об этом говорить, что рабочий стресс чаще всего приводит к выгоранию. Да, бывает такое, что, и не бывает, а очень часто, что личная жизнь, да, затрагивает, как бы, нашу профессиональную, и это тоже приводит, да, личные какие-то стрессы приводят к профессиональному выгоранию, когда просто настолько человек истощен, там, вне офиса, когда он приходит, у него не остается сил думать о работе. Тем не менее, давайте разбирать с вами тот фактор, что это все-таки из-за работы. На самом деле определяется достаточно легко семь вещей, семь признаков, которые вызывают стресс. Сейчас мы с вами быстро, бегло проговорим эти факторы, здесь не будет для вас ничего инновационного, я думаю, все слова понятны, тем не менее, согласно разным ресерчам, как бы, да, и статистике, это как раз то, что изнуряет человека, сотрудника изнутри быстрее всего, и приводит быстрее всего к профессиональному выгоранию. Итак, первое – это длительное интенсивное общение, включающее в себе множество эмоционально сложных ситуаций. Естественно, первично, кто этому подвержен, это селс-менеджер, это бизнес-девелоперы, это руководители, которые общаются с заказчиками, партнерами, клиентами с большим количеством сотрудников. Как раз вот, да, вот те директора, которые уже многие годы в компании, на них на самом деле внимания уже не обращают, это лояльные сотрудники, которые доказали свое место под солнцем, которые вроде бы всем счастливы, они не обделены зарплатой, условиям, там, какими-то дополнительными возможностями, как бы на них чаще всего забивается вот так рукой, да, машется и не обращается внимания. Тем не менее, сотрудники как раз, которые компании около пяти лет, там, пять с хвостиком, да, и которые как раз очень много общаются с другими людьми, но не просто так поболтают, да, а действительно в сложных каких-то эмоциональных ситуациях постоянно пребывают. Вот они подвержены к профессиональному выгоранию больше всего. Почему? Потому что, безусловно, вот эти сложные, неординарные ситуации, отсутствие поддержки от руководства эмоциональной, да, очень много похожих друг на себя работы и задач на протяжении длительного времени как раз и изнуряет, приводит к тому, что вначале человек просто устал, потом он уже, возвращаясь на работу, понимает, что снова та же каша, да, как бы ее уже неинтересно есть, и потом начинает дальше передвигаться по всем этапам эмоционального выгорания. Будьте внимательны к этому и помните, что ваше внимание надо и самым болтливым, ярким и открытым, и тем людям, которые лояльны и давным-давно в компании не обделены ничем, всем нам необходимо, да, какое-то внимание. Второе – это недостаточная профессиональная подготовка. Я за последний год столкнулась с двумя ситуациями, на самом деле это очень много, когда я видела, что люди росли достаточно стабильно, да, вертикально в других компаниях, и успешно себя продавали, то есть могли набить себе цену. Потом перепрыгивали, грубо говоря, на три головы выше, на три свои головы выше, да, и продавали себя в какую-то энную компанию, ну, намного круче, чем они есть на самом деле, чем их знания есть на самом деле. Меньше, чем за год, да, меньше, чем за год. У некоторых это было 6 месяцев, у одного было 6 месяцев, у второго 9 месяцев. Они на работе сгорали. Они сгорали от того, что у них не было знаний, опыта, навыков выполнять свою работу, за которую они должны были получать и получали постнословные деньги, плюс какой-то статус, плюс ожидание коллег, плюс, естественно, те люди, которые претендовали на эту должность, а их, так сказать, подсидел вот этот вот герой, который из ниоткуда появился. Безусловно, очень много стресса, давления, очень много провалов, неверно принятых решений, которые в итоге приводили к тому, что люди выгорали и уходили не просто на ступеньку ниже, не просто возвращались на свое прошлое место, где они тоже уже как бы не нужны, а возвращались на несколько уровней ниже, намного хуже условиях, даже в которых они были до того, как перейти в эту компанию. Это два реальных случая, которые я встретила, да, уже, грубо говоря, вот за последний год. Будьте внимательны к тому, что вы требуете, будьте внимательны, кого вы набираете. Очень круто себя, конечно, продать подороже, да, и прийти получать побольше. Тем не менее, будьте готовы, что за это вас будут спрашивать, если, конечно, ваше руководство грамотное. И точно так же относитесь к тем людям, которых вы наняли. Если даже собеседование прошло феерично, да, и вы хотели запустить салют, как бы, в честь этого сотрудника, тем не менее, его реальные дела, его результаты только показывают на то, насколько он сильный. Если вы видите, что человек постоянно в каком-то шарике, да, не понимая, куда он делает, что он, извините, куда он двигается, что он делает, и, в принципе, какой у вас следующий шаг, и находится постоянно растерянность, и вы видите, что это все приводит к стрессам и так далее, то, возможно, вы просто взяли не того человека, возможно, вы сделали ошибку. Безусловно, можно помочь тем, что поставил грамотного ментора, если вы видите у человека хотя бы способности, амбиции расти и двигаться дальше. Если нет, то сделайте и ему, и себе одолжение, и, грубо говоря, как можно раньше, примите какие-то меры, чтобы на этом сотруднике не было столько ответственности, сколько обязанностей, которым он еще не готов. Следующий важный момент – это эмоциональные взаимоотношения с клиентами и коллегами. Как я уже сказала, это очень важно, и в 80% случаев у джуниор и миддл сотрудников, которые выгорают, как раз связаны с тем, что они находятся в каком-то дискомфорте, общаясь с тем или иным человеком. Если сотрудник действительно для вас важен, вы понимаете, насколько он профессионален, насколько он крут, тогда поменяйте ситуацию. Грубо говоря, бывают такие случаи, мы сами с вами это разбирали, когда один человек не может работать с другим. Патриоты никогда не сработаются с инструментальщиками, например, это абсолютно очевидно. Если, грубо говоря, они будут вместе, они будут только друг друга раздражать, демотивировать, и в итоге это приведет только к профессиональному выгоранию, эмоциональному и профессиональному. И никакой пользы ни для вас, как для компании, ни для них, естественно, это не будет. Не будьте упрямыми, да, не пытайтесь свести то, что нельзя свести, как бы будьте грамотны, будьте разумны. Да, прикладывайте усилия для того, чтобы людям было комфортно друг с другом работать. Следующий момент – это профессиональная ответственность и контроль. Здесь даже те люди, у которых есть знания, навыки, опыт, достаточно, чтобы выполнять сложные задачи и нести за них ответственность, перебывая в постоянном вот этом давлении, да, в этом стрессе, в конце концов могут перегореть. Компании, давайте так скажу на примере зарубежных компаний, все знают Энстон Янг, да, вроде большая знаменитая компания или Макинзи, в которой бы хотелось работать. Хорошие зарплаты, хорошие условия, как бы, почему бы и нет, международные и так далее и тому подобное. Тем не менее, из 100 новонанятых сотрудников 80 человек не проработает из 6 месяцев этой компании. О чем это говорит? Компания сжирает эмоционально людей, которые готовы применять ту зарплату, условия и так далее, да, на что-либо другое, кстати, чаще говоря, еще и не хуже по условиям, но не оставаться работать вот этом стрессе, вот этом всем напряжении. Да, кто-то остается, кому-то комфортно работать вот этой постоянной агрессии, конкуренции, перерабатывать, кому-то комфортно жить работой, и это нормально, да, такие люди есть, как бы это окей, вот эти 20 человек из 100, они останутся и будут работать, но если вы действительно абсолютно трезво себе признаетесь, я не хочу быть одним из них, да, я не хочу работать постоянно в стрессе, я не хочу постоянно понимать, что я опоздал по всем задачам и должен был их сделать на вчера, я не хочу жить в офисе по 100 часов в неделю и так далее, и так далее, говорите себе это откровенно и честно, если вы хороший специалист, вы в любом случае найдете себе другое место, где ваши, да, способности пригодятся, как бы, где вам будет комфортнее, где компания вас будет больше ценить, в любом случае вы должны в первую очередь ответить себе, да, где мое место, где мне комфортно быть, где я могу быть полезен и где мне будет полезно быть, только так, никак по-другому. Пятый момент – это изоляция от поддержки коллег. Мы с вами говорили очень много и будем говорить о том, что поддержка со стороны руководства, поддержка со стороны коллег, поддержка даже со стороны подчиненных, которые понимают, почему меняются планы, цели организации, почему то, что было важно на протяжении последних шести месяцев, теряет свою актуальность, это очень важно, это заряжает. Если человек работает один, да, и борется с какими-то ветряными мельницами, которые он придумал сам, скорее всего, это не приведет никакому результату, точнее как, он будет тянуть эту лямку как ослик долго-долго-долго, но потом как бы и ослика, да, силы ссякнут. Поэтому моя вам рекомендация – смотрите за теми сотрудниками, которые горят идеи и делают что-то абсолютно самостоятельно. Очень часто мы видим, что человек горит, идея делает это самостоятельно, не просит помощи, поддержки, ну классно, что на него время тратить, у меня есть там куча других проблемных. Это неправильно, да, вы должны уделять время в равной степени всем. Естественно, эмоционально вам с тем, кто горит идеей, будет вначале легче. Но это же и классно. Зато вы не доведете тогда, когда он перегорит свои идеи и скажет, все, компания мне не дала там своего, да, или вообще ничего не хочу делать, или, ну его нафиг это идти, как бы я уйду помидорчики сажать. Как бы не доводите до этого всего, пытайтесь в равной степени уделять внимание всем своим людям. А если же вы один и тот сотрудник, который чувствует, что вы одни горите этой идеей, компания, она, в принципе, больше никому не нужна, ну спросите себя, почему, да. Объективно, если вы найдете ответ на это и поймете, что компания-то не надо, потому что просто не надо, да, как бы она не может с этого получить прибыль, либо это не актуально, либо еще что-то, тогда подумайте, насколько это важно для вас. Если так важно, попытайтесь, грубо говоря, сделайте последнюю попытку донести это до руководства. Если нет, попытайтесь сделать это в другом месте. Если же, в принципе, вы понимаете, что как бы вы боролись с этим только потому, что думали, что это важно компании, на самом деле нет, найдите новый фокус, да, найдите новое влечение. Не дотягивайте до того момента, когда вы перегорите и иссякнете. Как бы лучше что-то оставить сделанным вот в таком виде, в каком есть, сказать, вот оно принесло столько-то, больше не принесет, я переключаюсь на вот это, которое может дать вот столько-то. Это классно, грамотный, сильный менеджер умеет признать, когда надо говорить стоп и переключаться на что-то новое. Шестой поинт, о котором тоже часто, честно говоря, не говорят, когда идет тема burn-out, это вознаграждение. Если ваши сотрудники недостаточно финансово мотивированы, то, скорее всего, в итоге у них пропадет желание делать то, что они делают. Особенно, если они отчетливо явно понимают, сколько они стоят на рынке и сколько компания ABCDE, которая находится в близлежащем квартале, может дать за те или иные вещи. Причем тех сотрудников, которые будут инструментальщиками, профессионалами и многими другими, их чаще всего это не будет изнурять изнутри. Это будет скорее вызывать какую-то агрессию и рано или поздно они вымахнут ручкой и скажут, не, чувак, ты не доплатил объективно, давай, до свидания. Самое худшее воздействие как раз вот этой недоплаты, грубо говоря, сказывается на патриотах, которые любят свою компанию, руководство, любят своих коллег. Вот они как бы за идею, за дело, за все, за все, за все. Но объективно, постоянно, регулярно слышат о том, что они недооценены, о том, что как бы вот другая компания хочет больше тебе дать денег. И так, ну вот это все их начинает жрать изнутри. Они начинают себя задавать вопрос. Ну как же, я вот так люблю компанию, да, вот так люблю все, что мы делаем, выкладываюсь по полной, как бы и так далее. А компания меня никогда не хотела повысить. А проблема в том, что патриоты практически никогда еще и не просят прибавки, набавки, премии, бонусов и так далее. Это те люди, которые считают, что, ну грубо говоря, они должны делать, впахивать, да, показывать свою любовь и так далее. А руководство должно само понять. А руководство вот как раз для вот этих, на вот этих непроблемных сотрудников чаще всего не обращает внимания, да, грубо говоря, так, тут все хорошо, они так всем довольны, переключаясь над тем, кто меня постоянно о чем-то просит, дергает и так далее. Вот это неправильно, да, возвращаясь к предыдущему пойнту, вы как руководство должны уделять равное внимание времени всем, в любом случае, чтобы понять, что человеку надо и что можно дать сотруднику. А если же вы тот подчиненный, ну, осмельтесь, переступите через себя, да, как бы просить не надо, вы должны аргументировать, почему вы заслужили, да, прибавки, надбавки, как бы, и что вы для этого сделали, что вы принесли компании. Быть услышанным – это право любого сотрудника. Дальше какой будет результат? Безусловно, это очень индивидуально, там, где вы работаете, там, какие у вас отношения, там, какие результаты вы успели действительно достигнуть для компании. Тем не менее, выговориться – это ваше законное право, и поверьте, не забивайте на это, не подавляйте себе, я слишком гордый, я, там, стеснительный, я еще какой-то. Это нормально говорить о деньгах. В любом бизнесе мы, в том числе, ради денег, да. И последний поинт – это ценности. Если ценности идут в разбег внутреннего мира сотрудника, то результата не будет. Если в компании, в принципе, да, грубо говоря, цены те сотрудники, которые агрессивны, нахальны, грубым, достигают всего своего напролом, то тем сотрудникам, которые, в принципе, да, за этичность, за какие-то рамки, барьеры, за субординацию, им будет некомфортно работать, и в конце концов все это их будет подавлять, и, поверьте, профессионально развиваться они не будут. Смотрите сами, как менеджер, как руководство, есть ли у вас такие в команде. Если есть, лучше для них придумать ту работу, где, грубо говоря, не требуется, да, идти напролом по чужим головам и судьбам. Если такой работы, в принципе, нет, и вы сами тот, который говорит, нет, я хочу оставить, вот, грубо говоря, вот таких танков только в коллективе, ну, это ваше решение тогда, да, проводите какие-то грамотные чистки в рядах своих коллег. И то же самое по поводу сотрудников. Если вы чувствуете, что вам дискомфортно работать, и вы не тот, грубо говоря, кто нужен компании, вот по этой причине, окей, это нормально, да, не все люди сходятся, не все мужчины сходятся со всеми женщинами, да, каждый ищет себе пару и на протяжении энного периода времени. Кому-то везет быстрее, кому-то позже. Вот точно так же и в компании. Не изнуряйте себя пожизненно. Вы должны найти то место, где атмосфера вам будет комфортна, где вы будете приходить и понимать, что ваши внутренние ценности не идут вразрез с тем, что хочет от вас компания. В таком случае вы сможете построить какую-то синергию и достигнуть нормального, хорошего, зрелого результата в конце концов. Если же нет, у вас будут какие-то, возможно, успехи, но они, скорее всего, будут случайного характера. И в любом случае они не будут признаваться, потому что у вас не будет той, грубо говоря, последовательности, да, характерной, которая ожидает от вас компания. Умейте этого признавать, умейте это признавать, это неплохо, это абсолютно нормально, да, не все люди сходятся, как бы помните себе это в голове, и не заставляйте себя перестроиться, если это, в принципе, не то, кем вы являетесь. И все мы понимаем, наверное, да, что, в принципе, процесс попадания, да, на стадию выгорания, это такая мертвая фитля. Вначале эффективность у нас понижается, потом мы все переходим в стадию постоянного хронического стресса, и потом происходит выгорание. То есть все это абсолютно три понятных шага, да, я думаю, ни для кого не секрет. Естественно, очень много всего случается на этих этапах, везде есть вот эти вот пять этапов, которые мы с вами обсуждали, которые идут, да, у нас ведут на пути к профессиональному выгоранию. Просто помните, что вы просто так не могли выгореть, да, сидел-сидел и выгорел. Это все был длительный процесс. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но какие-то абсолютно объективные вещи, которые вас раздражают, которые вас расстраивают, которые вас угнетают или подавляют, они ведут вас вот на пути, да, грубо говоря, по этой медовой петле к burn-out. Чем раньше вы сами себе трезво признаетесь, да, мне некомфортно работать с этим коллективом, мне некомфортно работать, грубо говоря, над вот этими задачами. Мне обидно, что компания на протяжении, там, десяти лет моих компаний, моих в компании не признала мои заслуги, там, грубо говоря, и не оплатила мой труд достойно. Чем раньше вы честно себе признаетесь и найдете, грубо говоря, вот то, что вас действительно обижает, чем быстрее вы сможете это устранить. Каким образом? Зависит от вас, да, путей всегда решения вопроса очень много. Но если вы специалист, я уверена, что в любом случае, что бы вы ни решили, это будет лучше для вас, потому что избавиться от стрессогенного какого-то фактора, это уже большой успех. И сейчас хотелось бы такой шуточный портрет предоставить для вас. Обычно я прошу каждого нарисовать свой, но так как сегодня у нас и так уже много времени прошло, я просто покажу такую сборную солянку из того, что я собрала на своем опыте, как люди видят портрет человека, который выгорел на работе. Ну, первое, это он сомневается в общей полезности своей деятельности, да, он в целом не понимает, он приносит все-таки прибыль компании какую-то или нет. Второе, он обесценивает свои профессиональные достижения, мы об этом сегодня уже говорили. Третье, это формально исполняет свои обязанности, да, это апатия, то, о чем мы тоже сегодня говорили. Четвертое, это негативно и цинично относится клиентам, коллегам в семье. Следующая стадия, да, вот этой агрессии, когда человек не находит других ресурсов, других источников, как же подживиться энергией, как же сбросить с себя стресс, кроме как за счет других. Следующее, это теряет продуктивность или поддерживает ее ценой своего здоровья. Очень часто я вижу следующие ситуации, когда какой-то успешный SEO, сейчас я говорю какой-то, вижу перед собой, да, портрет своего друга, заканчивает очень сложный, дорогостоящий проект, который длится практически год, там даже немножечко больше. И вот до того, как мы с ним встретились, да, он на пару лет старше меня, у него шикарная черная грива волос, а после проекта, когда мы встречаемся, он сидеет. Да, далось это чем? Как бы далось это стрессом. Точно так же набор или сброс веса, точно так же проблемы со сном, которые сейчас присутствуют у огромного процента населения. И в частности, я недавно изучала одну работу по поводу айтишников в Силиконовой долине. Больше трети не засыпает без таблеток, да, грубо говоря, без снотворных. Разве это нормально? Ну, как бы такой открытый вопрос, но, по-моему, это очень страшная цифра. Следующий момент, это постоянно ощущает опустошенность. Этому человеку, да, который уже, в принципе, приблизился к бурнауту, сложно чем-то доставить удовольствие. Какие-то покупки, они не радуют. Какие-то достижения в спорте или другой активности. Во-первых, они редко случаются, потому что человеку и этим, грубо говоря, не в настроении заниматься. Во-вторых, когда случается, ну, ээ, достиг я, окей, как бы буду двигаться дальше, как бы или не двигаться дальше, а мне как бы все равно, да. То есть этого человека очень сложно порадовать. Чаще всего мы видим, как говорится, офисный планктон, который просто после работы в бар, потом там фильм, спать. После работы в бар, фильм, спать. У них все происходит абсолютно циклично, абсолютно рутинно. Сказать, что они получают удовольствие, нет, они не напрягаются, они для себя создают видимость какой-то активности, разнообразие в жизни, где-то ставят галочку, а могу себе позволить, как бы и все, и все. Вот это тоже один из больших признаков, да, когда человек уже близится от усталости обычной, да, к бурнауту. Ну и один такой большой момент, это опаздывает, приходит слишком рано на работу, уходит раньше, задерживается допоздна. Это очень интересный момент, который я наблюдала на личном опыте, когда сотрудники меняют свой характер, да, свое поведение на работе, особенно это с теми, которые находятся в стадии апатии, да, они не могут сабантовать как-то, они не могут по-другому показать, что у них внутри что-то происходит, и у них автоматически, абсолютно, да, как бы они этого сами не понимая, меняется распорядок дня. Тот, кто приходил, например, с 8 до 17, вдруг начинает являться на работу с 10 до 19, да, вдруг. Ты не спрашиваешь там, Коль, у тебя что-то поменялось, как бы, ну, это допустимо, да, то есть это не нарушение, но это там крайне разрешенное время, когда человек может прийти на работу. Ты задаешь вопрос, тебе что-то поменялось? Нет, я просто поменял вот свой распорядок, я хочу теперь делать по-другому. Ну, окей. Или там те сотрудники, которые всегда ходили, грубо говоря, с судочками, ели в офис, вот бац, их на обед, там час, а то и более, как бы нет, они где-нибудь по кафе лазят, чекинятся и пишут, грубо говоря, комментарии о том, как они проводят свое время. Это тоже в каком-то роде, да, маленький протест, который происходит внутри у человека. Когда ты у него задаешь вопросы, да, там, а что с судочками случилось, надоело готовить? Ой, честно говоря, не знаю, как-то в один прекрасный момент решил выйти, да, или еще что-то. Это, безусловно, все говорит о том, что у человека внутри стресса. Это самые легкие чаще всего какие-то стадии, если они есть, там, ханимун или что-то в этом роде. Тем не менее, это звоночки, что с человеком что-то происходит. И грамотный менеджер должен присмотреться, да, а что еще, помимо вот таких вот ярких деталей, поменялось в поведении сотрудника, в работе, что с кодом творится, как он рисует, когда он сдает задачи и так далее, и тому подобное. Ну и хороший вопрос, да, в этом всем, что же делать? Есть ли выход из этой ситуации? Я сейчас попрошу каждого из вас взять листочки бумаги, ну, какие угодно. У меня вот тут А4 где-то лежит. Вы можете взять тетрадный, как бы, мы проведем с вами маленькую игру. Я попрошу вас одну руку убрать, если вы левша, то, естественно, в левую, если проша, то в правую. Одну руку убрать, а втрое ставить. И давайте с вами скомкаем шарик. Ровненький, красивенький шарик, да? Комкаем, я надеюсь, вы уже тоже начали, одной рукой, не помогать коленом, не помогать столом, стулом, полом, только одной рукой, да, договоримся. Вот мы комкаем красивый шарик, ну, кого какой красивый получился, у меня вот такой получился, не очень шарик, не очень красивый. Ну, и теперь следующая задача абсолютно простая, да, как скомкали, так и раскомкайте. То есть, пожалуйста, сделайте из этого шарика снова ровненький, красивенький листочек бумаги. Тоже одной рукой, напоминаю, мы не помогаем столом, стулом, коленями, поверьте, я видела это очень много, лицом, носом, чем бы вы там не хотели помочь, мы не помогаем. Ну, так, наверное, можно делать, потому что у меня что-то вообще не разгибается, не разжимается. Так, пытаемся все-таки его в листочек превратить, стараемся, да, прикладываем больше усилий, чем на самом деле, когда мы комкали шарик. Пытаемся еще, еще. Ну, на данный момент, давайте так, чтобы не тратить много времени, как бы это все, что я смогла сделать, да, вот такой вот ровненький относительно листочек. Ровненький он? Не, не очень. Стал ли он гладеньким, таким, как он был? Не, тоже все равно не стал, да, лучше, чем был, когда был шариком, но как бы все равно не то же, что было изначально. Вот, в принципе, точно так же, да, на примере этого листочка мы можем провести какие-то параллели с нашей собственной жизнью. Вы это чистенький, да, гладенький листочек, который пришел на работу и готов делать многое, готов вкладывать силы энергии. Потом, в какой-то период, начинается, вы начинаете скомкиваться, да, вот в этот вот шарик, постепенно, 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 постепенно. Происходит это безболезненно, потому что вы сами, в принципе, даже чаще всего не замечаете, как это происходит, что же подтолкнуло вас к этому всему, что же привело вас к тому, что вы оказались в том месте, где вы есть, как бы. Но, тем не менее, когда вы уже становитесь вот этим шариком, чаще всего это чувство какое-то болезненное, да, вы уже видите какие-то нарушения, отклонения в своем поведении, в своем распорядке, вы понимаете, что надо что-то менять. Но вот менять уже, когда вы стали шариком, очень сложно, потому что уже как бы это поздновато, ребят. Поэтому давайте пытаться не доводить все до критической точки, когда уже совсем караул плохо. Если вы слышите в своем внутреннем мире, в своем организме, что где-то что-то вас не устраивает, банально вы не помните, когда последний раз вы проснулись не от будильника, от того, что выспались, вы тяжело вспоминаете, чем мы вчера обедали, потому что вы, в принципе, уже едите автоматически, не думаете об этом. Если вы последние разы, когда вспоминаете ссоры с любимым или с любимой, понимаете, что это, в принципе, были вообще непонятные из-за чего ссоры, просто вызверелся, грубо говоря, или вызверелась в конце дня и так далее и тому подобное, вы видите вот эти вот «если», то это то, с чем уже надо потихонечку работать. Вы пишете их для себя, как мы говорили, планируете свое личное время тоже и работаете. Поверьте, когда вы разрешите, вот эти вопросы, очень многие профессиональные вопросы решатся автоматически. Ну и этот вопрос «что делать?», да, как бы я лично выделяю, в принципе, два момента, о которых сегодня с вами я хотела бы поговорить и показать на примере. Итак, воспользуюсь флипчартом. Ой, давайте даже… Так, первый называется «Балансная модель жизни», да. Нарисуем ромбик, вы тоже можете самое проделать у себя. Первое, как мы видим, да, «Бадди», тело. Второе, как мы видим, «Активти». Сейчас объясню немножечко больше. Дальше «Контактс». «Контактс» и «Инсайдворлд». Когда мы говорим о «Бадди», очень многие говорят, ну что может относиться, в принципе, к телу. Это занятие спортом, может быть, сон, я не знаю, уход за телом. Но все на самом деле немножечко глубже, да. То есть к телу мы относим здоровый сон, здоровое питание, количество употребляемой воды в день, вашу физическую активность, секс и много-много всего еще, да, что немножечко глубже, чем просто намазаться кремом. Второе – это «Активити». К «Активити» все-все довольны, но это просто. Это работа, наверное, да, активность моя, которая занимает большую часть времени. Работа, да, обучение, финансы. Финансы относятся сюда, потому что, грубо говоря, это в любом случае то, что заставляет вас двигаться по жизни, да, или один из ключевых факторов. Третье – «Контакты». Это друзья, семья, не рабочие контакты, да, рабочие контакты мы относим все равно сюда. Это все личные контакты. Друзья, семья, родственники, какой-то круг по интересам, если у вас есть какое-то хобби и так далее и тому подобное. И «Инсайд Ворлд» – это ваши мечты, это цели, это сколько времени вы проводите наедине с собой, сколько времени вы уделяете себе, своим мечтам, своим желаниям, своим вопросам, да, а почему происходит вот так, а что со мной вот сейчас вот здесь творилось, да, когда вы сами начинаете анализировать, грубо говоря, как же работать с собой, как же дружить с собой. А в идеале, естественно, это все делится и должно делиться по времени на обычные 25%, да, то есть, грубо говоря, из вашей недели у вас должно уходить 25% на активити, работа, обучение, какое-то профессиональное развитие, посещение митапов, конференций, каких-то клубов и так далее. 25% – тело, да, здоровье, сон, опять-таки, все остальное, что мы проговорили, 25% – контакты, то есть общение лично, да, с теми, с кем вам приятно, и 20% – «Инсайд Ворлд». Многие из вас хмыкают, да, о мечтах думать точно так же, как и о работе, грубо говоря, равное количество времени, это нереально. Ну, во-первых, это реально, да, как бы ром придуманным и отработан, на самом деле, очень многими людьми. Во-вторых, безусловно, есть какие-то корреляции, плюс-минус 5% всегда считается нормальным, ну, когда есть какой-то перекос, да, ну, соответственно, вы можете сказать, 20% будет на «Инсайд Ворлд», а 30% на мою работу и, ну, в целом, да, на активити. Тем не менее, вы слышите, это 30%, это не 50 или 60, как я уверена, многие из вас сейчас могут поставить у себя на листочках. Вот в этом и загвоздка, когда мы перекашиваем, грубо говоря, да, у нас идет какой-то вот этот дисбаланс в нашей жизни, это, безусловно, вызывает стресс. Понимаете вы этого или нет? Хотите вы этого или нет? Тем не менее, это так есть, да, как бы мы должны жить в гармонии по вот этому ромбику. Представьте для себя и домашнее такое задание, да, небольшое, что вы можете сделать, чтобы ваш ромбик стал в идеальном мире, вот это 25-25-25%. Пускай это будут самые crazy-идеи, пускай вы будете сами объективно понимать, что не все получится сейчас. Тем не менее, если вы будете четко понимать, что в жизни вам надо сделать, чтобы был вот этот баланс, вам легче будет к нему идти. Попытайтесь быть честными с собой, да, как бы не говорить 5 часов в день сна, допустим, мне хватает, как бы это другим не хватает, а я как Наполеон, буду спать так. Не надо говорить спорт, мне не надо, я и так самый красивый и подтянутый, да, не надо говорить, я не знаю, там, 3 часа с девушкой в неделю, мне достаточно. Может быть, для вас это и достаточно, но одна ли девушка, да, в контакты относится. А что же с друзьями, а что же с родственниками, а что же, я не знаю, с людьми, с которыми вы пересекались по различным интересам, и вам бы и хотелось с ними пообщаться, то как-то времени все время не хватает. Вот это все в любом случае оседает у нас в подсознании и сжирает нас изнутри, да, когда мы уделяем время на той стороне ромба, где идет перекос. А чаще всего, безусловно, у нас с вами в современном мире это работа. Старайтесь работать своим ромбом и даже какие-то crazy идеи, окей, пусть они будут. Нет в этом ничего плохого. Тем не менее, вы должны четко осознавать, что вы их сами написали, вы их сами придумали. Я сейчас ничего такого специально не называла, да, для того, чтобы вы к этому пришли самостоятельно. Итак, это был такой первый, да, лайфхак, грубо говоря, работы над собой, понимание себя, баланс. Второй — это смысл. Смысл жизни. Звучит очень громко, и смысл жизни — любимая тема всех алкоголиков, поэтому мы не будем сегодня с вами идти в эту степень. Все, что я хочу сказать, вы должны четко понимать, чего вы хотите. Вот просто вот так, да. Вы должны планировать свое время и понимать, окей, я доволен этим календарем, или вообще-то я бы хотел, чтобы он выглядел по-другому, чтобы вот здесь где-то затесалось, я не знаю, курсы кройки и шитья, вот здесь затесалось путешествие, вот здесь затесался поход на пляж, а вот здесь что-то еще и еще. Когда вы будете четко понимать, чего вам не хватает, в принципе, в вашем календаре, да, вы будете понимать, в принципе, чего вы лишены и что вам доставляет внутренний дискомфорт. Итак, первое, да, это планирование. Второе, честно себя спрашивайте, что мне надо сделать, да, для того, чтобы я там… Ставьте свою мечту. Что бы вы ни написали, опять-таки, как бы самосбродно это ни звучало, как бы это имеет место быть, это ваше желание, это ваш листочек, никто туда не подглядывает или телефон, куда бы вы ни записывали. Да, я, кстати, терпеть не могу писать на листочках, у меня всегда все в электронном виде. Как бы вам это ни было, главное, чтобы вы это прочувствовали, да, главное, чтобы вы это поняли. Чем больше вы будете общаться с собой, а вот это как раз это inside world, тем легче вам будет понять, что происходит не так. И точно так же общайтесь с собой, грубо говоря, не только о себе, о тех людях, которых вас окружают, мои коллеги, да, вот почему был вот этот выброс эмоций, а почему вот это вчера произошло, там, мои близкие, мои родители, почему они это сказали по телефону там, хотя я и не ожидала этого услышать. Пытайтесь анализировать мир вокруг, и вам будет легче предвидеть, какие шаги делать дальше, вам будет легче предвидеть, когда может наступить какая-то беда, потому что, когда вы сосредоточены только work, 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 да, как бы не смотреть по сторонам, ну, как бы до поры до времени, до поры до времени это будет срабатывать, до поры до времени это будет здоровым методом, который будет приносить плоды. Тем не менее, у всех будет вот та критическая точка, да, когда уже, грубо говоря, стакан с водой будет нереально держать. Точно так же произойдет, поверьте, у вас рано или поздно. Я вас не запугиваю, как бы не в этом моя цель. Моя задача показать, что мы все в одинаково равных условиях, у нас у каждого из всех разный стержень, у кого-то чуть тоньше, у кого-то чуть толще, у кого-то пишет черным, у кого-то разными красками. Мы просто должны понимать, какой же стержень внутри нас. Итак, сегодня мы заканчиваем нашу с вами тему burn out. Я надеюсь, что для вас стало немножечко понятнее, насколько это серьезно или важно. Я хочу для себя, чтобы вы разбили это занятие в голове на несколько блоков. Первое — это то, что стресс не равняется burn out, что лайфхаки работать со стрессом намного проще, быстрее, легче сделать, они как бы фановые, не доставляют сложности и, наоборот, должны приносить массу удовольствия. Burn out — намного сложнее процесс, состоящий из различных этапов, из различных ступеней. Зависят от множества факторов. И самое главное, что чем раньше вы понимаете, что вы уже на пути, на этом большом негативном пути, тем легче вам будет исправить ситуацию. Каждый следующий этап будет сложнее для вас, для ваших коллег, для вашего окружающего мира. Не доводите до этого. И последнее — это баланс и смысл. Помните об этом. Как бы пафосно и громко не звучали эти слова, если сейчас вам кажется, что это не ваше, что вы не будете рисовать ромбики, не будете думать о смысле, окей, пусть будет так. Но хотя бы отложите в сознание у себя на полочку, что это есть. И если вдруг, не дай бог, когда-то вы придете к тому, что непонятно, что делать дальше, вспомните об этом. Если вы, в принципе, уже сейчас понимаете, что в этом что-то есть, тогда, пожалуйста, сделайте домашнее задание, нарисуйте для себя ромбик, пропишите, грубо говоря, для себя какие-то планы на ближайшее время, на ближайшие, не знаю, полгода, три месяца, месяц, неделю, что угодно. Начните, грубо говоря, сделайте первый шаг для того, чтобы упорядочить свои мысли и понять, кто вы. Всем большое спасибо. Я вам желаю плодотворного домашнего задания, поглубже работать с собой, потому что вы — это самый необычный, самый яркий человек в любом случае, который есть в вашей жизни, самый сложный, самый любимый и непонятный. И на себя, любимого, надо тратить время для того, чтобы как бы не пришлось потом об этом жалеть. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok